Дорогие друзья, меня зовут Бузунов Роман Вячеславович. Я президент Российского общества сомнологов, специалист в области лечения бессонницы. Автор программы когнитивно-поведенческой терапии бессонницы, которая позволяет вылечить эту болезнь у большинства пациентов без применения снотворных препаратов. В рамках цикла передачи «Бессонницы» мы сегодня поговорим о том, как быстро уснуть, если не спиться. Парадокс. Если не спиться, как быстро уснуть? Вообще-то, это некая логическая ошибка, которую допускает человек. Он пытается заснуть, если не спится. Достаточно некоторое количество раз попытаться, и у человека не получится, может сформироваться условный отрицательный рефлекс боязни не заснуть, который вызовет хроническую бессонницу. Поэтому ответ на то, как попытаться быстро заснуть, если не спится, будет парадоксален. Лучше не спать. Если вы, ну что-то спровоцировало нарушение сна, и вы просто банально пришли домой, легли в постели, не можете заснуть, ни в коем случае не пытайтесь. Встаньте и займитесь каким-то немножко низкоуровневым, нудным делом. Посмотрите телевизор, поперебирайте свои документы, напишите планы на завтра. Ну, только не играйте в компьютер, не общайтесь в социальных сетях, потому что это более-менее высокий уровень активности. Ну, займитесь глажкой белья, уборкой и так далее. То есть, в крайнем случае, еще раз говорю, просто посмотрите телевизор. Да, возможно, вы, может быть, в течение часа-двух не заснете, но в конце концов сонливость все равно возьмет свое, и вы тогда, когда придете к кровати, ляжете, и вы достаточно быстро заснете. То есть, вам уже будет хотеться спать. Может быть, это будет не в 11 вечера, может быть, это будет в 2 ночи. Но лучше немножко не доспать. И на следующую ночь вы совершенно спокойно ляжете и хорошо заснете, не боясь того, что вы как-то будете проблемы с засыпанием иметь. Чем вы будете пытаться, у вас будет постоянно формироваться условный рефлекс боязни не заснуть, и в какую-то из очередных ночей вы даже мучительно будете хотеть спать, вы придете к себе в костель, ляжете и не заснете, потому что сформируется стойкий условный рефлекс боязни не заснуть. Поэтому еще раз, если не спится, не спите. Одна бессонная ночь, в принципе, никаких проблем вам не даст. Если вы, ну, вспомните, вы могли прогулять с друзьями в клубе, вы можете просидеть в гостях всю ночь, и при этом в течение потом следующего дня функционировать. В конце концов, вы можете проработать всю ночь, потому что у нас врачи, пожарные и так далее работают, и вы будете функционировать на следующий день. А вот если человек проезжал в постели всю ночь, промучился и не смог заснуть, это катастрофа, это весь следующий день испорчен, это жизнь вообще катастрофа сплошная, да? Вот тут чрезвычайно важно понимать, что не спится, не спите. Другое дело, что если это одна, вторая, третья, четвертая, пятая ночь, вот там уже нужно думать, что провоцирует проблемы с засыпанием, посмотреть на гигиену сна, на гигиену спальни, на образ жизни, ну или обратиться к врачам. К врачам желательно обращаться, когда у вас 3 и более плохих ночи в течение недели, и это длится месяц. Вот это уже серьезный повод для того, чтобы обратиться к врачу. Рекомендую вам почитать книгу о здоровом сне и об улучшении сна, и там вы найдете много полезных советов о том, как самостоятельно улучшить сон, ссылка в описании. Подписывайтесь на мой канал. Если же вам самому сложно справиться с нарушением сна, с трудностями с засыпанием и с бессонницей, обращайтесь ко мне на консультацию. Координаты вы можете увидеть на экране. Я постараюсь вам эффективно помочь. Всего вам хорошего, удачи и спокойного сна.